Третья книга Моисея, Левит, глава первая Пусть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скини и собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом, и возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его, и заколет тельца пред Господом, сыны же Аароновы священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скини собрание, и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы священники положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы священники части, голову и туг, на дровах, которые на огне, на жертвенники. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвенники. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока, и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы священники покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и рассекут ее на части, отделив голову ее и туг ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне, на жертвенники. А внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит их подли жертвенника на восточную сторону, где пепел. И надломит ее, в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Продолжение следует... Продолжение следует...